Меня часто спрашивают, что такое дружба? Это вот что для меня. Есть человек, приятный тебе, и ты ему приятен. И вообще вы такие приятные друг другу. Вас что-то удерживает вместе, не дает разойтись. Возможно, у вас схожие характеры или общие интересы. Может быть, вас объединил случай и укрепил ваши взаимоотношения. А может быть, вы дружите с детства, просто потому, что познакомились с еще маленькими детьми. И даже несмотря на то, что вы совсем разные, прямо вообще противоположности, как мы с Наташкой в детстве. Вы вместе, уже как родные. А может быть, ваша дружба только началась, но вы уже чувствуете родную душу. Бывает такое, что друг появился внезапно вообще. Вы не собирались дружить. Но оглядываетесь вот так вместе на все подвиги, поступки, приключения и понимаете, а что это, если не дружба? В любом случае, вам хорошо вместе. И вы скучаете друг по другу, когда вы порознь. Типа, эх, что-то давно эта самодовольная нахальная лика не появлялась перед моим лицом. Вот бы увидеться. Этому человеку ты можешь доверить секрет, а он, в свою очередь, может поделиться с тобой самым тайным. И это не узнает никто больше. А если секрет раскроется, то подумай. Может быть, и не друг это был вовсе, а такое? Ехидничать же он, конечно, тоже будет. Ну а что за дружба без ехидства? Обзываться будет даже возможно. Но если ты его попросишь больше так не делать, то он перестанет. А если не перестанет, то получается ему одобрение своей шутки важнее тебя? Друг ли это? Настоящему другу не стыдно рассказать о своих слабостях и делиться своими страхами, потому что он не будет смеяться над тобой, не будет осуждать, не расскажет никому. Друг будет абсолютно искренне радоваться всем твоим успехам и переживать с тобой неприятные моменты. Если на улице на тебя наорут, и друг будет рядом, то друг обязательно встанет на твою сторону. Ну а если ты совсем не прав в этой ситуации, то друг хотя бы промолчит, а потом наедине уже тебе скажет, ну чего ты вообще творишь? Ты чего творишь вообще? Не будет, короче, при незнакомых людях тебя учить жизни. Но тут уж получается, и ты должен быть таким прекрасным человеком. Не потому, что кто-то там кому-то что-то должен, а просто раз уж взялись дружить, называете себя друзьями, то пускай это не будет игра в одни ворота. Среди вас нет главного, нет и не главного. Иначе это не дружба, а служба. Когда только один в почете. Дружба не обязательно должна быть 24 на 7. Дайте друг другу отдохнуть от себя. Иначе когда вы успеете соскучиться, если перед лицом будет постоянно вот эта лика? Хоть и любимая. Но если вдруг вам нравится находиться в обществе друг друга 24 на 7, то почему бы и нет? Правил тут не существует. Что такое норма в дружбе? Нет в дружбе нормы. У каждого дружба своя. Любую дружбу объединяет лишь то, что вместе вам хорошо. Это вот и значит дружба для меня.